Мы снимаем нарушение закона, вы понимаете это? Мы снимаем то, что нарушается закон Вот, друзья, за моей спиной так называемая сортировка мусора, она не работает, она выключена То есть сюда мусоровозы, вот эти вот, которые якобы привезли не мусор, да? И которые там в очереди стоят на въезд Они просто сваливают вот сюда, вот в эту кучу, которая высотой уже, ну, более, не знаю, более 5 метров Это вот с этой стороны И, естественно, она гораздо выше, с противоположной именно на своем пике, там, куда ее поднимают Запашок, сразу скажу, здесь уже чувствуется такой неприятный Рядом, я напомню, находится несколько деревень Но самое главное, это достаточно крупное поселение Римаш, которое вот буквально с горы этого полигона Я думаю, будет видно прямо в камеру, в чем мы сейчас сможем, наверное, убедиться, поднявшись наверх полигона Мы, главное, констатируем Факт привоза сюда свежего мусора Еще в августе прошлого года вышло постановление главы района о том, чтобы закрыть эту площадку для временного хранения мусора Мусор сюда продолжает свозить, вот мы сейчас видим, сейчас у нас на календаре 6 июня 2019 года Вот мы с Андреем Мордасовым пришли сюда, к подножию Парфеновского полигона И видим, как мусор здесь сваливает спокойненько мусоровозы Хотя эта площадка не вошла в территориальную схему обращения с отходами И здесь, по сути, не имеет права мусор складировать Пока мы пытаемся дозвониться Оксане Владимировне Хочу сказать, что, значит, Оксана Владимировна, я на совете депутатов, как депутат, адресовывал этот вопрос несколько месяцев назад Она сказала, я говорю, я видел там мусорные эти машины, там что сортировка работает, она такая, даже сортировка не имеет права работать Вот он, мусорный полигон, метра нету расстояния, валит мусор Ответьте мне на вопрос, что вы сделали, как заместитель главы района Вы отправили в прокуратуру, не знаю, в суд, еще чего-то Если там не реагируют, то вы скажите, как заместитель главы района Что не реагирует, мы, администрация, бьемся Она ничего, значит, оказалась ответить У нас произошел скандал, как раз на этом публичном мероприятии Она до сих пор так и не ответила На каком основании вы принимаете здесь мусор? Без комментариев Вы не телевидите, это Андрей Трофимов, конечно, кандидатик Ну, смотри, меня уже знают Здесь не только Андрей Трофимов, здесь еще и Андрей Мордас, можете передать Мне плевать, чья это территория, мне не плевать, чем вы тут занимаетесь Здесь площадка для временного хранения мусора Это время хранения закончилось еще в мае Вы меня можете не снимать, я вам не давал разрешение на съемку А я и не спрашиваю у вас этого разрешения, потому что я все общественно значимое снимаю Я не общественно значимый Вы торгаетесь в мою частную жизнь, занимаетесь съемкой У вас никакой частной жизни на предприятии, где сейчас нарушается закон, не может быть Нам нужны ответы на вопросы, почему, на каком основании вы здесь собираете мусор Покажите документы, на каком основании здесь мусор складируется У вас территория не огорожена, никаких знаков нету Просто подошел человек на горе мусора, доступ к которому открыт Это альтернативная газета, а что с ним так разговаривать? На камеру снимают, да пусть снимают А как еще разговаривать? Что, взять камеру разбить, что ли? На суд напишу потом Поэтому я думаю, я сегодня напишу в прокуратуру заявление Я сегодня напишу письмо такое же в Токареву Михаилу Юрьевичу Ну и, наверное, надо продублировать Министерство экологии Московской области Что потом никто не говорил, что мы это не знаем там и прочее Поэтому раз вы показываете все органы, как вы эффективно работаете Накануне выборов по некоторым депутатам Так же эффективно, вот надо поэтому сработать Вот здесь я хочу сказать, наверное, миллионы, а то есть десятки миллионов Так сказать, ущерба И помните, наверное, те замечательные времена, когда приехал губернатор Прокурор Прокурор А знаете, что было потом? А потом, после их отъезда, начали снова возить мусор И приехал сюда федеральный канал И они были вынуждены поставить сюда наряд Помните, на машине? Да, наряд то ли ГИБДД, то ли УМВД стоял И они вынуждены были здесь стоять и караулить, потому что эти ребята говорят Да нам плевать на закон Да мы вообще, губернатор Московской области Андрей Воробьев Да кто это такой? Мы такого не знаем Кто? Министр экологии, прокурор, начальник УМВД Мы такого не знаем У нас тут бизнес на мусоре, ребята А откуда вы этот мусор везете? С завода, с зомза С зомза Рафимов достанет кого угодно К вам сюда мусор приезжают, привозят Если вам нечего скрывать, вы бы показали А если вы скрываете, значит у вас здесь все незаконно Снимайте, снимайте А когда жители говорят, что вот по Парфенову не так активно выступали, как против мусорного полигона сейчас На Парфеново 90% мусора, который привозили, это был наш местный мусор И поэтому у людей было понимание, да плохо, да надо по-другому Но это наш мусор И на этом мусоре дяди из Москвы с вот такими вот харями, значит Не зарабатывали Миллиарды, сотни миллионов не зарабатывали И поэтому сейчас люди, глядя, как, ну просто не могут, я не знаю Ну вот эта проблема, она по сравнению с той, с тем объемомом Ты что сравниваешь? Тут 5 гектара, там 53 гектара Она просто никакая И вот власти показывают, местные власти, все природоохранные, прокуратуры там и прочее Они показывают полную импотентность И поэтому люди говорят, слушайте, ну нам же оставят, через 5 лет навалят там 7 Оставят такую же кучу, только в 10 раз, там в 20 раз больше И что мы будем делать? И поэтому власть говорит, а почему вы нам не доверяете? Да потому что с Зубцова, извините, ни хрена никто ничего не вывез И я не знаю, кто там арестован и сидит, если, пожалуйста, есть эта информация Я хочу очень похвалить правоохранительные органы, в том числе и Следственный комитет, прокуратуру и ОМВД Сказать, что эти структуры замечательно работают Пришлите мне, пожалуйста, на мою личную или на официальную почту копейки, а заодно Андрею и Трофиму информацию Значит, прошел год, кто сидит, какие штрафы, какие были изъятия, там, ареста имущества по, значит, по Зубцову Карьеру, который фиг, говном фактически был залит Да, и поэтому, значит, и будет к вам какое-то доверие Ну, когда, извините, вы там обосрались Это в прямом смысле слова, обосрались Потому что там, тут, извините, обосрались И потом говорит, а мы там не обосремся, понимаете? Вот когда человек, он склонен обсираться на каждом шагу Шаг, что, ну, шансы, да, на то, что он не, извините, обосрется Я почему говорю, обосрется, не слово, потому что некрасиво, потому что, ну, там было и обои отложения Там было канализационные отходы И тут, фактически, ну, извините, кто-то обоснованно называет это говно Извините Вот, и шансы на то, что в следующий раз они, извините, не обосрутся Значит, у нас никаких Привет, друзья, Андрей, скажи, что мы здесь опять делаем Значит, вот, потому что Трофимов такой невнимательный Он не взял какой-то там кабель к своему летающему там квадрокоптеру Вот, и поэтому нам пришлось сюда еще раз приехать И приехали мы сюда через четыре с половиной часа Но хочу я рассказать вам не об этом А о следующем Как вы, наверное, знаете, смотрели трансляцию и посмотрите репортаж Я поступил как депутат и как житель Но он единственно правильным образом Я позвонил заместителю главы района А благо у нас теперь есть такая замечательная должность Замглавы района по экологии Это строго ее направление Очень замечательной чиновницы, всем известной Оксане Ярохановой Я ей позвонил, значит, несколько раз я ей звонил У нее сначала было занято, а потом начало скидывать Вот последний звонок, посмотрите, пожалуйста, 11.53 То есть я ей звонил в рабочее время сегодня Значит, вот мы пришли, время 16.35 Оксана Владимировна мой номер прекрасно знает Я не один раз ей звонил до этого Она знает, что ей звонил депутат Андрей Мордасов Я уверен, что она догадывается, почему я ей звонил Потому что все смотрели эту прямую трансляцию У меня на стене, у тебя, Александр Платонов, начальник пресс-службы, смотрел И мне позвонили из администрации Сказали, что там кипиш уже какой-то начался То есть она знала, зачем депутат Мордасов звонит чиновнице Оксане Ярохановой И вот Оксана Яроханова спустя 4,5 часа, Михаил Юрьевич И полностью согласен с Сергеем Александровичем Пахомовым Про импотентную администрацию То есть прошло 4,5 часа, чиновница не перезвонила депутату В связи с этим у меня по тому вопросу, за который она отвечает В связи с тем, что творится здесь и никакой реакции С тем, что творится на мусорках по всему району В связи с тем, что творится на пограничной и не выполняется распоряжение, обещание, гарантии Чиновники не реагируют, Оксана Владимировна не реагирует У меня следующий вопрос Я это адресую в виде вопроса, потому что сейчас идет суд У меня вопрос следующего характера А значит, может быть Оксана Яроханова бездельница просто?